Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили. И сегодня я вас приветствую на ночной обжираловке вместе с Айкой Эмили. Вдруг мне захотелось чего-то вкусненького. Я пошла купила себе паштет. Вот так вот он выглядит. Я подумала, чего же не было на моем канале, что я люблю. И пришла к выводу, что не было паштета. Сделала себе 7 бутеров из паштета. Также у меня, кстати, здесь, давайте вам покажу, вот такие вот вафельки, мягкие. Внутри здесь крем. И, конечно же, йогурт. В последнее время йогурты, всякие такие, знаете, питьевые йогурты, активы и все дела. Это просто неотъемлемая часть моего рациона. Купила вот такое вот чудо, которое никогда не пробовала. Как раз забабахаем. Попробуем здесь у меня кофе. Освещение, правда, как-то не очень падает на мое лицо. Ну что поделать? Давайте приступим. Весь паштет вынула. Сделала бутерброда. Наконец-то разрешилась моя проблема с ключами. Наш комендант отдал свои ключи. Он так рада. Спасибо ему огромное. Я сегодня прям, как никогда, кстати, выбрала стакан. Посмотрите на ногти. Посмотрите на лук и на стакан. Вкуснейший паштет. Также купила тортик. Небольшой, правда. Завтра утром будем кушать тортик. Я вчера до трех часов ночи искала ключи. Многие в комментариях писали мне варианты, как выйти из сложившейся ситуации. Некоторые писали, просто звони на домофон соседям. Вы знаете, у нас не настолько близкие отношения с соседями. Точнее, я даже никого не знаю. Я как бы не знала, кому можно позвонить. Хотя, три моих соседа – это мои подписчики. Я поднималась вверх на лифте. Меня останавливали и говорили в Айке и Эмиле. Я говорила, да. Я та самая, которая живет на ночь. Шучу. Это очень приятно. Ребята, мои соседи, если вы меня смотрите, давайте снимем коллаборацию. Давайте снимем совместное видео. Пишите мне. Я только рада. Обожаю черный хлеб. Моя бы воля. Я бы кушала только черный хлеб. Но, к сожалению, бабушка не ест. Получается, покупаешь, например, один хлеб. Я вот половину схомячила. А куда половину девать? Я хлеб особо так много не ем. Только с какими-то бутербродами. Очень люблю хлеб. С колбасой, с сыром. Отправляете это все в микроволновку. Буквально на несколько минут. Сыр плавится. И там получается такой кайф. Там просто получается сказка. Я могла буквально 10 даже бутербродов таких сделать и съесть в подростковом периоде. 10-12. Спокойно сделала, съела. Как-то вот так вот, ребят. Мамы нету. Вроде бы дома есть бабушка, но вот чего-то не хватает дома. Как будто дома пусто. Как будто дома нету света. Очень странное ощущение, но без мамы вот все не то. Один из блогеров так мило сказала. Говорит, мама даже хлеб режет вкусно. Даже помидорку разрезает, и то вкусно. И трудно не согласиться реально. Мама все делает вкусно. Вкуснотища. Просто вкуснотища. Айка, ответь, пожалуйста, на вопрос, хотела бы ли ты детей, если бы ты сейчас была бы замужем. Очень сложный вопрос, на самом деле. Я очень хорошо отношусь к детям. Прекрасно отношусь к детям. Я смотрю блогера, у которого 11 детей. Не прям каждое видео, но просто интересно, что она там делает, как она справляется. Как она готовит. Реально очень интересно. Посмотрите в ютубе. Мотивашечка прям такая. Я понимаю, что я пока не готова. Потому что это большая ответственность. Я бы очень хотела дочь но я бы хотела ближе к 30. Я думаю, и в материальном плане я не хочу зависеть от мужчины, что вот я родила ребенка, если он нас прокормит, мы будем кушать. Если он нас не прокормит, мы будем голодать. я хочу быть полностью независимой, чтобы мне было абсолютно плевать на мужа, на его заработок и так далее. только потом уже заводить детей. Мне хочется моему ребенку дать все то, чего не было у меня. Мне кажется, так все. мой парень, например, близнец. И было бы забавно, если бы у меня тоже были бы близняшки. Это как-то прикольно, мне кажется. Но, кстати, я вам хотела рассказать, что у меня парень вообще не хочет близнецов. он говорит, что хватит с этими близнецами. Ему всегда было некомфортно, что у него есть брат-близнец, и их воспринимают не как отдельную личность, а как, например, братьев-близнецов. Родители тоже. Например, один идет гулять, они спрашивают, а почему второй не идет? То есть всю жизнь их воспринимали как единое целое. видимо, он настолько устал от всего этого. Но я бы была бы счастлива, если бы у меня была бы сестра-близняшка. Сколько бы контента можно было запилить. мне жаль, что у меня нет сестры. Конечно, Фатим, она мне заменяет сестру. Даже вот сейчас я снимаю для вас видос. и вот, посмотрите, вам видно, нет, Фатима, голосовое сообщение. До этого было еще шесть войсов, которые я успешно прослушала в процессе того, как устанавливала камеру, устанавливала свет. Я просто включаю ее войс и делаю свои дела и служба. Но мы с братом очень разные. Очень. И с каждым годом я все больше осознаю, что какой-то свой секрет, какие-то свои проблемы я рассказать, наверное, брату все-таки не смогу. С ним, знаете как, с ним можно посидеть, поржать. Не знаю, посмеяться, не знаю, подушками подраться, обозвать кого-то, угорать над кем-то, да? Ну, так, чтобы прям сидеть и рассказывать о своих проблемах, нет. Сейчас я все рассказываю маме. Но, понятное дело, что мама тоже не вечная. Хотя, я бы хотела, чтобы она жила вечно. М-м-м-м. Как это вкусно! такая штукенция стоит 80 копеек. Покупала в Нептуне. Если вдруг захотите. На Кавказе очень радуется, когда рождается сын. размер 사라진 вместе с сын готова. Как это заложит? На Algerine Как-то, не особо, ну, типа, тоже ребенок, тоже хорошо, но все равно. А я бы, например, очень хотела двух девочек. Если среди моих подписчиков есть мамы двух девочек, пишите, пожалуйста, в комментариях. Ох, поели мы на ночь, но не наелись, к сожалению. Я не могу сказать, что прям я наелась. Семь малюсеньких, или восемь малюсеньких бутеров, это не дело, ребята. Надо нормально съесть и покушать. В общем, на этом все. Я вас всех очень сильно люблю. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита всем. Пока!